На Южном Урале открывается театральный марафон «Огонь Победы». Уже завтра первый спектакль увидят жители Карабаша. На сцене прочтут поэму Василий Теркин. Постановки на военную тему увидят жители южноуральских городов, где нет собственных театров. Я раз ходил в атаку, да случалось иногда. И девчонки-пновичонки позабыли всех ребят. Постановку поэмы Александра Твардовского репетируют специально к юбилею Великой Победы. Этот и другие спектакли Челябинского Камерного, Театра драмы, Златоустовского Амнибуса увидят жители Еманжелинска, Троицка, Аши и Садки. Города выбирали по нескольким характеристикам. Должен быть концертный зал, качественное световое и звуковое оборудование. В преддверии 75-летия Победы в проекте примут участие 14 областных и муниципальных театров. Продлиться она все майские праздники, захватывать часть июня. И, как я уже говорил на пресс-конференции, возможно, что эта акция будет продлена и на осень, потому что заявок на самом деле много, желающих посмотреть спектакли много. За время проведения театрального марафона покажут около 40 спектаклей. Все билеты на военные постановки будут бесплатными. Подарок южноуральцам к 75-летию Победы подготовят и челябинские хоровые исполнители. Мы покажем челябинцам хор без малого тысячу человек, которые исполнят песню о Победе. Это будут и хоры ветеранов, объединенные вместе, и наши профессиональные академические хоры, и хоры детских школ искусств. То есть сейчас уже идет работа, она началась в январе. К 9 мая на площади революции установят дополнительные трибуны. Они рассчитаны почти на 3 тысячи человек. В 11 утра начнется построение челябинского гарнизона. Время сдвинули специально. После просмотра южноуральцы смогут увидеть трансляцию военного парада в Москве. За город в Москве.